Девятнадцатая по счёту калифорнийская выставка Е3 подошла к своему логическому завершению, предоставив на наш суд просто безумное количество игр, чтобы вы не заблудились в этом свалившемся как снег на голову калейдоскопе и без лишних усилий взяли на карандаш своих самых ожидаемых любимчиков, мы собрали полсотни лучших проектов с мероприятия и в цикле из пяти выпусков покажем каждый из них во всех подробностях. Итак, начинаем! Серия Trials — яркий пример совершенно безобидной с виду аркадки. Думаешь, поиграю сейчас 10 минут и работать. Проходит полчаса, час, и ты понимаешь, что эта малюсенькая и простая, как табуретка, игрушка уже с успехом сожрала всё твоё рабочее время. А ведь идея действительно была абсолютно банальна. Мы просто ехали на мотоцикле и преодолевали полосу препятствий, желательно как можно быстрее и не падая. Свой путь к сердцам геймеров. Сериал начал так вообще скромнее некуда. Он впервые появился в виде Java-приложения и быстро разошёлся по мобильным телефонам. С релизом Trials HD в 2008 франшиза перекочевала на серьёзные платформы — PC, а затем и Xbox 360. Успех не заставил себя долго ждать. Одна лишь компьютерная версия без труда перешагнула планку в 2 миллиона проданных копий. Затем последовала Trials Evolution, опять же ставшая эксклюзивом для платформ Microsoft. А на E3 состоялся анонс новой части — Trials Fusion. На этот раз проект создаётся не только для PC и Xbox 360, он появится также на Xbox One и PlayStation 4. Единственное, что на данный момент обещают разработчики — ещё более безумные декорации, а также какой-то прорыв в социальной и визуальной составляющих. Более того, параллельно создаётся ещё и Trials Frontier — отдельная версия для мобильных платформ. Играет музыка В далёком 95-м году японский геймдизайнер Юкио Футоцуги предложил нам оседлать дракона в игре Panzer Dragoon. Это был линейный экшен, где мы, управляя крылатым ящером, сражались с монстрами и преодолевали разные препятствия на фоне мрачных пейзажей таинственного постапокалиптического мира. Проект изначально планировался как эксклюзив для Sega Saturn, он вошёл в стартовую линейку этой консоли, но огромный успех заставил авторов позже портировать Panzer Dragoon на компьютеры, Xbox и PlayStation 2. Впрочем, в 2002-м франшиза заглохла и с тех пор о себе не напоминала. И вот на Е3 молчание прервалось. Crimson Dragon — это хоть и не прямое продолжение Panzer Dragoon, но её прямой наследник. Разработку ведёт всё тот же Юкио Футоцуги, а по сюжету люди отправились покорять космос и наткнулись на планету драконов. Оседлав их, люди принялись воевать друг с другом. Как и в Panzer Dragoon, тут тоже будут ролевые элементы. Своего дракона можно будет хорошенько откормить и, например, отправить сражаться с драконами своих друзей в мультиплеере. Это эксклюзив для Xbox One, и сначала планировалось, что управление Crimson Dragon будет заточено исключительно под Kinect. Но авторы прислушались к мнениям фанатов, считающих, что сенсорное управление очень неудобное, и всё-таки решили включить поддержку обычного геймпада. Mirror's Edge — игра с несправедливой кармой. Она обладает очень интересной и самобытной концепцией, уникальной и захватывающей механикой, отлично оценена критиками, у неё огромное количество фанатов. Но на месте издателя, тем не менее, было бы совершенно справедливо не выпускать сиквел. Оригинальная игра плохо продалась и не оправдала ожиданий Electronic Arts. Можно винить в этом пиратство, слабую маркетинговую кампанию, но факт остаётся фактом. Мы не знаем, как DICE удалось убедить издателя дать франшизе второй шанс, но у них это получилось. И разработка новой Mirror's Edge действительно ведётся. Единственное, как вы заметили, в названии мы не приписали цифру 2. А дело в том, что Electronic Arts хочет, чтобы история Fate была рассказана заново, с чистого листа, без отсылок к оригинальной игре. Но это, на наш взгляд, значения не имеет. Главное, что кадры по-прежнему радуют фирменным красно-белым окружением, в котором достаточно пространства для разбежки. При этом мир будет в этот раз полностью открытым. А вот авторы Beyond Good and Evil 2, сиквела другой, очень тепло принятой игры, продемонстрировавшей тем не менее слабые продажи, оказались не такими удачливыми, как DICE. Игру про приключения журналистки Джейд, вопреки ожиданиям, на выставку не привезли. А ведь всем известно, что у Мишели Анселя есть договорённость с Ubisoft. Мол, если всё выйдет удачно с перезагрузкой Рэймона, то Beyond Good and Evil 2 будет разморожено. Но что-то, видимо, не срослось. Ubisoft Монпелье продемонстрировала лишь продолжение Рэймона — Rayman Legends. Это будет самая масштабная игра в истории франчайза. Авторы объявили, что заготовят свыше 120 уровней. Во многом это удалось реализовать благодаря отсрочке релиза. Первоначально проект планировался как эксклюзив для Wii U. Он должен был поступить в продажу ещё в стартовой линейке консоли. Но Ubisoft в последний момент решила делать и версии для других платформ. Вероятно, Rayman Legends выйдет и на компьютерах, но несколько погодя. Третья часть Dragon Age наконец обзавелась трейлером, по которому уже можно сделать определённые выводы. С уверенностью можем сказать, что в игре будет фигурировать гном-разбойник Варик Тетрас, один из ключевых героев Dragon Age 2. А небезызвестную ведьму Морриган зал так вовсе встретил бурными овациями. Пока, впрочем, не очень ясно, чего стоит ждать от триквела. По слухам, на этот раз авторы пытаются сделать мир максимально свободным и, по сути, хотят довести его до уровня The Elder Scrolls. Соответственно, объёмы работ серьёзно выросли по сравнению с прошлой частью, из-за чего даже пришлось перенести релиз. Появление Dragon Age Inquisition ожидается никак не раньше осени 2014-го. Это с учётом того, что разработка началась ещё до выхода Dragon Age 2. Что касается сюжета, то в его основу лягут события прошлой игры, где конфликт магов и хромовников уже приобретает пугающе глобальные масштабы. Мы должны будем набрать сторонников и попытаться восстановить перемирие в Тедасе. Был показан на выставке и другая, не менее ожидаемая ролевая игра — The Witcher 3 Wild Hunt. Наконец-то мы можем лицезреть живые кадры новинки, в том числе обновлённую внешность Геральта, игровые локации и боевой режим. Кстати, уже сейчас можно понять, что Геральт действительно сильно изменится. Он уже не будет таким хладнокровным циником, как раньше, а будет больше дорожить своими близкими и нести за них ответственность. Ну и да, ещё у него появилась аккуратная седая бородка. Третья часть будет поддерживать сохранение из The Witcher 2 Assassin's of Kings. Поэтому, если вы ненароком не поудаляли сейвы, отыщите их в закромах своего жёсткого диска и приберегите на будущее. Ваше прошлое прохождение, по словам авторов, сильно повлияет на новые приключения Геральта. Стоит отметить, что возможность переноса сохранений будет доступна только на компьютерах. По крайней мере, сейчас разработчики понятия не имеют, как это реализовать на Xbox One и PlayStation 4. Но, возможно, они сделают для консолей какие-то настройки, чтобы игроки сами определяли состояние игрового мира перед началом прохождения. Quantum Break даже после E3 оставила за собой репутацию тёмной лошадки. По продемонстрированному трейлеру непонятно, ну совершенно ничего. Какая-то девушка застыла во времени, в кабинет врываются некие вооружённые люди и тоже ничего не могут сообразить. Потом эта девушка вдруг со звонким криком оживает, но во времени и пространстве продолжают происходить какие-то лаги, и в конце случается эпичный бодобум. В общем, судя по сюжету, люди ставили некие связанные со временем эксперименты, которые в итоге вышли из-под контроля. А о чём это говорит? О том, что в игре можно будет замедлять время и устраивать другие временные парадоксы. Но как именно всё это будет выглядеть, пока сказать не можем. Особенно с учётом того, что авторы обещают создать некое революционное переплетение игры и телевидения. Мол, будет существовать некий телесериал, события которого будут развиваться вместе с игрой. И наоборот, сериал будет подсказывать нам, как вести себя в игре и какие решения принимать. Серия Total War — пример стабильности. Каждая новая игра франшизы становится на порядок лучше предшественника. И в отношении Rome 2 сомнений никаких нет. Эта игра будет ещё качественнее, ещё больше и ещё дороже. Важным изменением станет то, что в глобальном режиме нам теперь не нужно будет отслеживать состояние всех городов по отдельности. Каждая из захваченных нами земель будет делиться на провинции, которые включают по пять городов. А управлять достаточно лишь столицей, не отвлекаясь на второстепенные участки. Армии отныне получают специальные бонусы, которые после побед можно пускать на развитие дополнительных способностей. Допустим, улучшить скорость перемещения войск или дать им преимущество при осаде городов. Можно будет обеспечить каждый отряд хоть десятком новых характеристик, а можно сосредоточиться лишь на двух-трёх способностях, но основательно их развить. Интересно ещё, что теперь будут сочетаться сражения на суше и на море. На выставке, например, показали момент, когда надо было сперва уничтожить вражеский флот, а затем, высадив десант на берегу Нила, ударить в тыл врага. После демонстрации первого же трейлера стало сразу понятно — Call of Duty Ghosts — это игра про собаку. А все эти призраки, террористы и воины — лишь антураж, занимающий второстепенное место. Собственно, на Е3 это только подтвердилось. Показали миссию, где герой вместе с отрядом и нашим боевым пёсиком пробирается через заросли Сан-Диего. И как только на горизонте показывается враг, на спину Райли помещается планшет, и управление переходит на овчарку. Она прячется в траве, медленно и бесшумно подкрадывается к врагу сзади, а затем яростно набрасывается на вооружённого до зубов мексиканца и перегрызает ему глотку. Далее последовала скриптовая сценка, где при помощи планшета призраки снимали террористов одного за другим. По остальной демонстрации можно смело сказать, что это совершенно тот же Call of Duty, с той же графикой, теми же ощущениями и тем же геймплеем, где иногда предлагают пострелять. Выглядит по-прежнему зрелищно, но ничего принципиально нового за жирным слоем спецэффектов не видно. Но достаточно ли этого решать только фанатам. Самая хардкорная и непроходимая игра десятилетия, невероятная популярность которой стала абсолютной неожиданностью для авторов, была прямо скажем проектом кустарной выделки. Dark Souls с макушки до пяток консольный проект. А с незапланированным портированием на PC авторы из-за недостатка опыта справились из рук вон плохо. Но теперь всё изменится. Dark Souls 2 игра в первую очередь компьютерная. Оптимизация, графика и общее качество теперь будут подтянуты до должного уровня, а геймплей лишь аккуратно усовершенствуется. К примеру, как рассказали авторы на Е3, будет переработана ситуация с кострами-чекпоинтами. Раньше из-за случайной смерти приходилось по несколько раз зачищать одну и ту же зону, что требовало немало времени и откровенно раздражало. Теперь же между активированными кострами можно будет телепортироваться. Кроме того, противники в сиквеле не будут просто стоять как пешки и ждать, пока игрок соблаговолит к ним подойти. Они будут двигаться и в целом меньше подавать признаки статичности. Dark Souls 2 также будет иметь более низкий порог вхождения, отчего новички будут чувствовать себя более комфортно. Ведь чтобы разобраться в тонкостях механики первой части, приходилось подолгу рыться в интернете и вычитывать 100-килограммовые гайды. И то не помогало. Порой, чтобы познать ту или иную тонкость, надо было сначала пару десятков раз умереть. В общем, с акклиматизацией отныне будет получше, но в остальном, Dark Souls 2 — это всё тоже суперхардкорное испытание. Игра о страданиях и навсегда потерянных нервах. На этом первый выпуск лучших игр выставки E3 2013 подходит к концу, но продолжение не заставит себя долго ждать. Подписывайтесь на канал, чтобы быстрее всех посмотреть следующий выпуск, ставьте лайки и до скорой встречи! Субтитры создавал DimaTorzok